Это программа Гость студии. Сегодня мы будем говорить об образовательном процессе в школах в период пандемии. В студии со мной исполняющая обязанности министра образования области Елена Нерозе. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И первый вопрос. Прошло уже достаточно количество времени с начала дистанционного режима обучения. Можно ли сказать, что этот процесс налажен? Вы знаете, прошел еще не полный месяц с момента, как мы перешли на дистанционный режим обучения. И в настоящий момент процесс идет уже в спокойном режиме. То есть прошла уже его первоначальная адаптация. Уже освоили технологические процессы не только ученики, педагоги, но и даже родители. Поэтому мы можем говорить о том, что сейчас этот процесс, который возник в нашей образовательной жизни спонтанно, неожиданно, в связи с тем, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, он понятен. Наиволе популярны такие платформы, как, например, УЧИ.РУ, Российская электронная школа, Московская электронная школа, Решу.ЕГЭ, Решу.ОГЭ, Решу.ГЕ. То есть эти платформы, они достаточно популярны среди наших обучающихся, они понятны, доступны. Поэтому у наших ребят есть очень хорошие возможности сейчас не терять время даром, а непосредственно уже осуществлять образовательный процесс, готовиться к тому, чтобы завершить учебный год, освоив программу в полном объеме. Ну и, конечно, те дети, которые на основы выпускные экзамены выходят, подготовятся непосредственно к государственной итоговой аттестации. Вот как раз Вы затронули тему государственных экзаменов. Все школьники, их родители уже знают, что перенесены сроки сдачи государственной итоговой аттестации. Есть ли какие-то изменения в уже воззвученных датах? Дело в том, что у нас уже сейчас на сайте Министерства просвещения Российской Федерации размещены проекты приказов для общественного обсуждения. И то, что касается непосредственно основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, то сейчас сроки там указаны с 1 июня по 31 июля. И дается право органам исполнительной власти регионов для того, чтобы конкретные даты проведения экзаменов определить самостоятельно. И получается, также размещено в проекте расписание уже экзаменов единого государственного экзамена и сроки проведения с 8 июня до 11 июля. Поэтому в данном случае после завершения общественного обсуждения данных проектов приказов они могут быть приняты. Поэтому мы ждем информацию. Как только будут уже окончательные решения приняты, мы обязательно всех проинформируем. А можно уже как-то сказать, как будут проходить сами экзамены? Как они должны проходить экзамены в период пандемии? Вы знаете, в период пандемии, когда действует режим самоизоляции, говорить об очном участии детей непосредственно в пунктах проведения экзаменов, это преждевременно. Но в случае, когда будут сняты ограничения по режиму самоизоляции в отношении образовательных организаций и будет разрешен доступ именно к образовательным организациям, то уже подготовленные, сформированные пункты проведения экзаменов, они позволят как раз провести государственную итоговую аттестацию в отношении наших выпускников в штатном режиме. С соблюдением всех условий и требований порядков проведения экзаменов. Но опять же, основное это то, чтобы был снят режим самоизоляции? В данном случае, да. А если его не снимут? В данном случае здесь возможно рассмотрение разных вариантов. Поэтому давайте все-таки мы будем двигаться по пути, хоть и с соблюдением требований санэпидзаконодательства нашего и санэпидобстановки, но по мере поступления информации уже от наших представителей Роспотребнадзора. Пока на сегодняшний момент ситуация такая. Елена Валерьевна, смотрите, когда закончится режим самоизоляции и ученики будут сдавать ЕГЭ, школы, которые их будут принимать, они должны пройти какую-то обработку? Совершенно верно. То есть сразу после праздников майских будут подготовлены рекомендации Роспотребнадзора о том, какие меры дезинфекции должны быть проведены до начала проведения экзамена, какие меры должны приниматься в отношении тех организаторов, которые будут непосредственно находиться в аудиториях и принимать экзамены, и в отношении самих обучающихся, тех, кто будет сдавать эти экзамены. Поэтому мы ждем рекомендации от нашего Роспотребнадзора. Но самое главное известно, что вот эта социальная дистанция в полтора метра, она в обязательном порядке должна быть соблюдена. Помимо этого обязательно, как бы сейчас предусматривается масочный режим. И с учетом того, что социальная дистанция полтора метра, нам, конечно, придется принимать решение к тому, что в аудиториях теперь будет не 15 человек, а гораздо меньше. Поэтому вот с учетом тех нововведений, которые будут именно на этот год, с учетом выхода из ситуации, связанной с коронавирусом и прохождением государственной итоговой аттестации, мы примем все исчерпывающие меры к тому, чтобы наши дети, проходя государственную итоговую аттестацию, были защищены. Ну а так все технические способы слежения, чтобы не списали ребята, они также будут сохранены. То есть еще труднее. Я говорю про то, что еще труднее школьникам будет списать. Вы знаете, технические средства, конечно, да, они уже все подготовлены, пункты проведения экзаменов у нас они готовы. Организаторы и все, кто задействован для проведения государственной итоговой аттестации, педагоги и организаторы подготовлены, прошли обучение. И что хочу сказать, да, порядок сам проведения экзамена, он пока остается без изменений. Поэтому все есть. Но наши школьники, наши выпускники готовы к формату проведения единого государственного экзамена. Поэтому они у нас большие молодцы. И я всем хочу пожелать только успехов, ребята. Поговорили об экзаменах. Ну и, наверное, всех школьников интересует и такой вопрос, как они будут отмечать выпускные. Вот опять же, да, если режим самоизоляции будет снят, смогут ли они нормально проститься со школой? Вы знаете, для выпускников, скорее всего, наверное, это самое торжественное, я бы даже сказала, самое парадное мероприятие, которого, конечно, ждут все выпускники. Но опять я бы все-таки обратила внимание сначала. Давайте, дорогие наши выпускники, мы пройдем государственную итоговую аттестацию, успешно сдадим экзамены, получим аттестаты об образовании, и потом уже в зависимости от санэпидобстановки в нашем регионе будем принимать решения о проведении торжественных мероприятий. Поэтому я, конечно, всем хочу пожелать успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Это самое главное для них. Потому что праздники могут быть впереди, а документ нужно получить именно по завершению учебного года, то есть по завершению учебного уже их уровня образования. Будь то основное и общее, будь то среднее общее образование. Такой вопрос. 6-7 мая для школьников будет ли рабочим, либо это будут выходные? 6, 7 и 8, 3 дня они будут также продолжаться для наших школьников в дистанционном режиме. То есть эти дни для системы образования являются рабочими с учетом самоизоляции домашней, но при наличии использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И после 12-го числа дистанционный режим обучения также будет продолжен. Как долго он будет продолжен? Потому что накануне появилась информация о том, что все-таки школьный год заканчивается досрочно для некоторых категорий детей. Вы совершенно правы, потому что было изучено мнение родителей и законных представителей, и педагогической общественности. Мы посмотрели о том, что для того, чтобы завершить учебный год и реализовать программу в полном объеме по ее содержанию по каждому учебному предмету, необходимо небольшое время к тому, чтобы до конца скорректировать программу учебных предметов и решить вопрос о досрочном завершении учебного года. Поэтому мы дали рекомендации органам местного суммоправления для их уже подведомственных учреждений, так как они являются учредителями, рекомендовать завершить учебный год для обучающихся первых, вторых, третьих, четвертых классов 15 мая, для обучающихся уровня основного общего образования, это с пятого по восьмой класс, завершить обучение 22 мая, а для обучающихся девятых, десятых и одиннадцатых классов завершить обучение 29 мая. Дело в том, что согласно законодательству, 28-я статья четко 273 нашего базового закона, она четко определяет компетенцию образовательной организации. Вот эти вопросы, они все относятся к образовательной организации. И образовательная организация должна будет принять своим распорядительным актом решение о завершении учебного года. Конечно же, с учетом мнения родителей и законных представителей. Ну то есть, в принципе, можно сказать, что здесь повезло первоклассникам, которые чуть раньше закончат. А так, в принципе, те же самые девятые, одиннадцатые классы, насколько я помню, до этого времени и учились. Вы знаете, они заканчивались чуть позже, у них было завершение 31-го числа. Но факт в чем? Дело в том, что программу учебного предмета нужно завершить в этом году. И дети, особенно которые выпускных классов, конечно, им очень нужна и поддержка, и помощь со стороны педагогов, для того, чтобы на выходе уже государственной итоговой аттестации еще раз доработать те вопросы, которые необходимы для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. И у них для этого как раз и будет время. То есть, в принципе, получается, после майских праздников всех школьников ждет такая насыщенная работа, чтобы закончить учебный год и с хорошим настроением уйти на каникулы, а кто-то будет поступать дальше. Конечно, да. Поэтому хотелось бы пожелать всем нашим школьникам, чтобы они ответственно очень отнеслись к тому, чтобы завершение учебного года принесло им только радость, чтобы они получили хорошие результаты по итогам обучения, завершили год, как обычно говорят, на самые хорошие результаты. Поговорим о выдаче продуктовых наборов. Сейчас, я так понимаю, прошла вторая волна выдачи как раз вот таких наборов. Есть ли какое-то определенное количество детей, которые вот уже получили эту помощь, или кто-то еще ее получает до сих пор? Я скажу в общем о том, что у нас все дети льготных категорий, а таких у нас 67 800 ребят, которые вправе получить продуктовые наборы. И действительно, у нас апрель месяц уже по продуктовым наборам закрыт. Сейчас решается вопрос уже по маю. До 15 мая во всех муниципальных районах будут приняты решения по выдаче продуктовых наборов. И в данном случае, как бы, все льготные категории наших детей, они будут обеспечены продуктовыми наборами. Я опять же хочу немножко вернуть нас к тому, что в режиме дистанционного обучения мы находимся с 6 апреля. То есть 6 мая практически будет только месяц к тому, как вот мы находимся в этом периоде дистанционного обучения. И за такой короткий промежуток времени удалось принять меры к тому, чтобы оказать вот эту вот поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. И если у нас в начале, когда только мы были в начале пути, было достаточно много обращений на нашу горячую линию и по разным вопросам, то сейчас, вот на сегодняшний день, у нас горячая линия, она круглосуточная. Не было ни одного обращения. Потому что кураторы от нашего комитета по государственному контролю и надзору, министерства образования, они сопровождают эти вопросы по каждому муниципальному району. Бывают вопросы точно, но они решаются уже адресно. Давайте напомним телефон горячей линии. Телефон горячей линии 49-2107. Он у нас работает круглосуточно. То, что касается продуктовых наборов, то рекомендации всем к тому, чтобы это были сухие продукты, бакалейная продукция, крупы, макаронные изделия, чтобы все соки были обязательно пакетированными, чтобы продукты такие, как выпечка, они были обязательно в индивидуальной упаковке. То есть вот с момента начала и сейчас, конечно, можно сказать о том, что наши поставщики серьезное внимание уделяют тому, чтобы продуктовые наборы были сформированы для детей правильно. И качественно. И качественно. Такой еще вопрос по продуктовым наборам. Я так понимаю, родители могут прийти в школу и их получить, либо волонтеры им принесут на дом? Совершенно верно. Дело в том, что, ну, как правило, родители настолько у нас ответственные, что в данном случае, защищая права своих детей, они имеют и возможность, и время, чтобы прийти и получить продуктовые наборы. Но и служба волонтеров, она тоже имеет место быть. Ну, я так понимаю, опять же, да, учитывая период самоизоляции, в той же школе, когда получают продуктовые наборы, также соблюдают дистанцию, также учителя работают в масках. Сейчас это является вообще приоритетом. Соблюдение социальной дистанции полтора метра и меры уже индивидуальной защиты. Конечно, маски, перчатки в обязательном порядке. Давайте еще поговорим вот на какую тему. Детские сады, да, я так понимаю, они по-прежнему работают в формате дежурных групп. Увеличилось ли их количество или, наоборот, уменьшилось? Я бы так сказала, что количество дошкольных образовательных организаций и дошкольных дежурных групп, оно стабилизировалось за последние несколько дней. На сегодня было, значит, у нас задействованы 114 дошкольные организации, 139 дошкольных групп, которые сегодня посетили 987 наших дошколят. Поэтому дошкольные группы работают в штатном режиме. И в данном случае я могу говорить о том, что пока по количеству детей и самих групп ситуация держится в штатном порядке. Но будет возможность, допустим, увеличить их или, наоборот, уменьшить в зависимости от потребности? Дело в том, что наши образовательные организации готовы к тому, что если есть социальный заказ и необходимы дополнительные места для детей, то дежурные группы будут, конечно, увеличиваться. А там как проходит процесс, нельзя сказать обучения, да? Хотя это тоже процесс обучения дошколят. Вы совершенно правы, потому что это и обучение, и воспитание. Все, так сказать, в одной составляющей. Также существует утренний фильтр, также меры индивидуальной защиты. Также у нас рекомендации есть от, значит, непосредственно и Роспотребнадзора, чтобы у нас в группе было не более 12 детей. Поэтому вот с этим учетом у нас и сформированы дошкольные группы дежурные и, соответственно, количество дошкольных образовательных организаций, которые также располагаются территориально по месту для того, чтобы на микрорайоны можно было вот как бы в одном месте специально объединить детей, но с учетом санитарно-пекологических требований. Многие родители еще, знаете, вот нам задавали вопрос и переживали, что разного возраста могут быть группы или нет? Или здесь тоже делается акцент, там, ну, средний возраст детей? Нет, дело в том, что разновозрастные группы, конечно, имеют место быть, и родителям не стоит за это беспокоиться, потому что образовательный процесс, который проводится в дошкольных организациях, он также может быть построен с учетом разновозрастных детей в группе. И этого бояться не нужно, потому что внимание каждому ребенку, конечно, будет уделено. Спасибо, Елена Валерьевна, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на наши вопросы. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как обучаются школьники во время самоизоляции. Выпуски программы «Гость студии» можно посмотреть на нашем сайте saratov24.tv или на YouTube-канале Saratov24. В этой студии мы продолжим общаться с руководителями региона, чтобы узнавать, как проходит борьба с пандемией в нашей области. До встречи.